Кривые поверхности Я думаю, что в основном все связано с параметрическими поверхностями Возможно, потому что часто ими пользуются в компьютерной графике для аппроксимации каких-то более сложных фигур Ну, в общем, сейчас разберемся Значит, я вкратце показал, какие в основном стоят задачи на визуализацию Каких функций, сначала, да, начнем с плоскости, из кривых на плоскости У нас есть явные кривые, есть неявные кривые, да, есть параметрические Это вот так можно грубо их разделить на три категории Ну, примеры я привел, они очевидны У всех есть свои достоинства и недостатки У всех есть свои нюансы при построении, при использовании и так далее, и так далее Значит, начнем с того, что я приблизительно попытался вам показать Каким образом строятся те или иные кривые, ну, программным путем Очевидно, что явные функции заключаются в том, что вы просто перебирая явные значения Например, оси ординат, да, получая некий результат функционала От оси абсцисс просто рисуете график палочной функции Это как бы очевидно, это еще со школы все к этому привыкли С неявными существует много разных способов Вот если успею, я упомяну в конце, если время хватит еще об одном Но сам простой способ, например, перебрать все точки плоскости, на которые происходит построение И оценивать разность значения функции в каждой точке Ну, напомню, что неявная эта функция от параметров координатных равна нулю Да, мы оцениваем просто некое приближение, задаваемое некой малой величиной эпсуну Значит, соответственно, тут вообще куча нюансов Связаны с тем, что, во-первых, эпсуну, как правильно выбрать Достаточно малое или достаточно великое Очевидно, что если брать эпсуну, она очень маленькая, значит, какие-то точки будут пропадать Вот, еще следует не забывать о дискретизации экрана и так далее, и так далее Вот, ну, как правило, я думаю, все знают, что, например, такие кривые там, как квадратичные То, что мы называем коник секшен, ну, задаваемые в квадратичной форме Их можно рисовать параметрически И при построении, конечно, прибегают в основном параметрическими способами Вот, во-первых А, во-вторых, это проще, если вы строите не просто кривые ради кривых на экране А если вы хотите построить модель, как вот мы в последующих лекциях будем с вами смотреть Ну и, соответственно, ну, вот пример построения параметрического У вас есть различные сепаративные функции, которые задают зависимость Каждый из координат отдельно от От какого-то одинакового параметра Параметр одинаков, меняется одинаково, функция зависит от него Причем тут следует учесть, что эти функции, ну, как бы мы сказали С точки зрения, там, архитектуры, компьютерной, они масштабируемые То есть можно взять функцию в векторной форме, да И спокойно экстраполировать там с плоскости в пространство Это все, что угодно, вот Ну, я тут условно, конечно, называю move to line to Это, вот если помните, самое первое занятие Это, условно, какой-то абстракции, связанной с низкоуровью графической библиотеки Которая умеет как-то все это нарисовать Хотя это, ну, по части вырезка того кода, который вы видите Результат работы на экране Значит, начнем Параметрические функции издалека Основная задача, как бы, понятно, что Кривые, наверное, вы слыхали такого слова сплайны И вычислительные методы у многих были на младших курсах Да и вообще слово такое на слуху Сплайнов очень много Есть разные виды В основном, кстати, как правило, рассматривают кубические функции Потому что с помощью них Можно кусочно интерполировать разные сложные кривые Потому что кубическая функция Там и перегиб у нее есть И можно подобрать коэффициенты Которые, ну, очень близко будут похожи к интерполируемым значениям Самый, вот, первый такой классический вариант Да, и все сплайны, естественно, я не рассмотрю В конце я дам список литературы На мой взгляд, такой, самый полный Там есть, ну, на мой взгляд, три доступные книжки Одна, наверное, не очень доступна Она не на русском языке Вот, наверное, уже Out of print, поэтому его не найти Вот, ну, а самое старое всего Это, конечно, Кривые Безье Потому что до Тюрца, они, кажется, вообще довоенным временем Безье работал в фирме Рено Занимался самолетостроением И вот его, по всей видимости, в какой-то момент Не устраивало нюансы, связанные с моделированием Да, там, фюзеляжей, что там, самолетов Что очень много контрольных точек Задают вот конечную модель Вот, ну, и задача свелась к тому Что он просто придумал, как Малым количеством контрольного набора точек Задавать вот какие-то сложные кривые Описывающие те или иные сложные объекты Вот, все, как всегда, основано Как я уже упоминал на первой лекции Все повязано на, так называемую, линейную интерполяцию Которую мы проходили, которая вытекает из подобия Формула такая, да, что у нас есть две Начнем с самого простого случая Как выводится кривая Безье, да Есть две точки контрольные Между ними просто линейно интерполируем Параметр привлекает все значения от нуля до единицы Соответственно, координаты Не важно, кстати, какое пространство УП0, УП1 и УБ Это может быть как на плоскости Как и в любом нмерном пространстве В зависимости от того, какая задача на линейную интерполяцию у вас стоит Вот, эта формула у нас не раз уже была И начиная с того первого алгоритма Брезенхема Где мы там отрезок строили прямой И заканчивая здесь Ну, соответственно Что предлагает делать Безье дальше Для понятия того, что происходит на самом деле При выводе его кривой Сделаем суперпозицию двух таких линейных интерполяций Просто построим три контрольные точки Каждую из них будем строить в отношении Которое задает параметр Т от нуля до единицы Полученные точки будем соединять отрезком И на нем, опять же, в том же отношении Т брать точку Вот, ну, формулы Вот, написаны, да Ну, я тут последний написал Как Q0, Q1 посчитать Ну, соответственно, как из этого получается Б Ну, соответственно, можно уже заметить Что вылезают беноминальные коэффициенты У этих самых многочленов Которые записаны в результирующей формуле Вот Ну, и вот часто, наиболее часто встречаем На практике кривая кубическая Ну, вот тут тоже видно в результирующей форме Что просто вот 1, 3, 3, 1 Да, это мы все знаем там Коэффициенты беноминутона используются И так далее, и так далее В общем случае, в общем случае Формула будет записана так Да, что мы имеем сумму всех контрольных точек Домноженных на какое-то значение Вот Кстати, легко заметить, что получается Степень мегачлена, да, на единицу меньше Чем количество контрольных точек Вот, ну, формула написана Надеюсь, всем более-менее там они знакомы И названия какие-то я указал Соответственно, коэффициент Б, да, по полиному Он называется полином Берштейна Присутствует у него вот число сочетаний Дации из МПИИ Плюс вот это вот разложение Кстати, видно, что сумма всех вот этих коэффициентов Они положительные, равна единице Если вы там помните, есть такие свойства замечательные Что, например, все вот это вот Вся линейная комбинация, получается, лежит в выпуклой оболочке Точек, образованные контрольным набором Что, кстати, тоже Можно иногда этим воспользоваться Вот, значит, соответственно Ну, что здесь можно сказать Чаще всего на практике используется Третья степень, как я сказал Вот, в частном случае для третьей степени Вот, я переписал в том виде Который очень часто задают кривые Когда хотят их записать в общем случае формулу Вот, если подсобрать коэффициенты При, соответственно, степенях параметра Т Вот, ну, я посчитал Поверьте, тут все Не будем прострать на это время, да Просто удобная запись матричной формы Которую я привел вот в центре, да Она позволяет записывать Вот такие вот, соответственно, функционалы Да, в данном случае кубический Кубическую кривую без Е Да, вот такой вот матричной форме Ну, вот эта матрица центральная Называется матрица кубической кривой Вот это геометрический коэффициент Ну, и степенев Вектор строка задает Как раз все вот эти параметры Вот, что здесь надо заметить Что здесь надо заметить Ну, ладно, на примерах будет видно Значит, как, да, как Вы все видали, наверное, да Ну, где используются кривые Из того, чего вы знаете Ну, например, все современные Если помнить, например, занятия Картинки приводил Ну, вот TrueTypeShift И там Adobe TypeOneShift Они все используют аппроксимацию С помощью как раз кривых без Е Третьего порядка Вот, они задаются Каждый фрагмент, как там дальше показано Задаются набором из четырех контрольных точек Причем одни, извините Две точки лежат на кривой И одни задают вот этот направляющий Форма кривой без Е, кстати Ну, вот кубическая, да Видно, что там в зависимости от расположения Вот этих контрольных точек Она принимает разные формы Вот как, сейчас мы можем и там К параболе какой-нибудь Гиперболе приблизить И вообще сделать кубическую Классическую, как мы называем Кубическая парабола, да Кривую То есть можно по-разному изменять Этим пользуются в различных Современных редакторах В данном случае Вот то, что я пример привел Связанный с нашими Контурными шрифтами Где описывается математически Контурбуква А потом в процессе растрирования Уже получается Битовая маска выводимого символа Вот, знаете Ну, вот пример Здесь, кстати, видно Вот здесь буква S Видно, что какие-то участки прямой А вот здесь вот видно, что идет Скругление за счет Применения нескольких кривых безье Возникает проблема, естественно При построении Связанная с тем, что необходимо Делать сопряжение То есть сама по себе кривая Это прекрасно Она там и дифференцируемая И вообще обладает Кучей полезных свойств Но когда мы делаем аппроксимацию Вот, которую я нарисовал Да, когда мы хотим Делать гладкую кривую Нам надо соблюдать Некоторые правила сопряжения Ну, самое банальное Чтобы кривая не имела разрыва Да, там, какого-то рода Вот, в частности Достигается Это, естественно Самым простым образом Просто контрольные точки Соседних сегментов Должны лежать на одной прямой Тогда, соответственно Видно было, да, на графике Что стартовый вот этот отрезок Если его как направленно себе представить В данном случае там Р1, Р3, П3 Он является как бы касательным вектором В стартовой точке Ну и, соответственно, финальный П4, Р2, да Тоже является касательным вектором Ну, соответственно С двух сторон их делают равными Вот Ну, такой способ позволяет Ну, вот Как раз заниматься Той интерполяцией Которую мы все с вами знаем Там И вот из вычислительной математики Там все эти Лагранжи и так далее Они, конечно, хороши Но там степень растет Очень бодрый А здесь Многочленная третья степень В принципе, вот эта кусочная интерполяция Позволяет, ну, практически Любую кривую Достаточно правдоподобно Отобразить Вот Значит Так Тут я, наверное, все-таки нарисую Думаю, нарисовать Один нет Я показал пример Вот такая классическая задача Как написать Вот Мы с вами Привыкли, что есть Набор какой-то точек И мы хотим Провести прямую Которая реально проходит Вот через них И при этом обладает Опять же Гладкостью Там Непрерывностью Ну и так далее И так далее Значит Как подобрать Кривую без я таким образом Чтобы вот Выполнить вот эту вот Интерполяцию По заданным набору точек И при этом Вот Кривая должна обладать Указанными свойствами Понятно, что Есть сложности При выборе точек Очевидно, что Мы должны там Какие-то правила соблюсти Что Вот эти Лежат на одной прямой Там Точка на кривой И две Вспомогательные Из контрольного набора Вот Ну как их выбирать? Ну вот Два Парня Точки Q Какая-то Куитая Пускай будет так И берут вектор ПИ-КУИ Ну равный Соответственно Вектору ПИ-1 ПИ-1 Умноженный На некоторый На некоторый Коэффициент Вот Ну Коэффициенты Можно подбирать Разные Можно Можете попробовать Если программным путем Реализовать это все То есть Можно доходить до того Что во время сопряжения Кривых Проходящих через контрольные точки Они будут там Завиваться фантиками И так далее Потому что Если альфа взять большой Вы понимаете Что опорная точка Убежит очень вправо Ну и Если в кривой Обезье Выглядит таким образом П0 Там скажем П1 П2 И П3 Да То у нас будет Ну что-то вот такое Да Некоторая петля Будет возникать При построении Вот Катмал-Ром Предложили Брать коэффициент альфа Равно 1,6 1,6 Вот Ну и получается Вот Если все Вот в то что мы Ну то есть понятно Что дальше мы делаем Мы должны посчитать Вот эти q Я не буду Сейчас на это время Тратить q Для Вот Которые у меня Обозначены Для каждого Сегмента Да Ну формула естественно Общая В которую просто Подставляются С соседней точки Ну и получается Там матрица Кривой Которая у меня Показана в центре То есть соответственно Единственное Там видите Одно второе Выносится за скобки Вот эти числа Ну и формула построения Она остается прежней То есть у нас есть Вот эта матричная форма записи Которая позволяет Получить Ну соответственно Мы получим Вот такой вот Фрагмент Что надо учесть Что эта формула Не для всей кривой Да А это как мы Сказали Мы кривую строим Кусочную Да То есть фрагмент За фрагментом Вот Остается там Под вопросом Крайние точки То есть очевидно Что Один фрагмент кривой Задают Четыре точки На ней Но четыре точки Не все Которые касаются Того фрагмента Который мы строим Да То есть они Являются лишь Опорными для построения То есть если у нас есть ПИТ То есть ПИТ ПИ плюс первое Участвуют Как точки Лежащие напрямую А предыдущие Последующие То есть ПИ минус первое ПИ плюс второе Являются лишь Точками Которые задают Направление Вот Ну поэтому Возникает вопрос Что делать С крайними точками Ну во первых Вы можете Рисовать гладкие Замкнутые кривые Если будете Использовать Ну какие-то Циклические Замыкающие там Конструкции у себя В коде Чтобы кривая Соответственно Конечная точка Сопрягалась Сначала Если у вас Задача стоит Рисовать Замкнутые Какие-то кривые С другой стороны Можно в эту формулу Вот в начальных точках Где соответственно Не хватает Да И как Не хватает нюансов Чтобы Не хватает данных Чтобы нарисовать Самый первый Скажем На трех сегмент Можно Брать повторяющиеся точки Да И например В точке П0 В качестве предыдущего Минус первый Брать ту же самую точку П0 Вот Это ничего не сделать Только у вас В начале Будет не определен Вот в стартовой точке Да Не будет определен Правильным образом Вектор касания На самом деле Если вы почитаете Видите что он будет Просто направлен К следующей точке Лежащей на кривой Вот Соответственно Вот таким вот Образом Значит Следующий момент Следующий момент Опять же Наверное Многие знают Слово Нурс Да Которое используется При моделировании поверхности Наверное Просто вы чаще С этим сталкивались Естественно Проще нам начать С плоскостного случая Слово Нурс Есть буква R Которая обозначает Rational Да То есть Рациональный На самом деле Это не что иное Как просто добавление Однородной составляющей В формулу И использование Однородной координаты Как мы проходили В прошлый раз Когда рассматривали Точки Преображение координат И так далее Так далее Все что было связано С математикой W Которую я использую Она обозначает Не что иное Как вес точки Вот в этой вот цепочке Которая используется При построении В чем суть Вы каждую точку Снабжаете весом Формула Которая использует Построение Или это таким образом То есть В числителе Остается Ну как Вы помните Все эти коэффициенты Складываются теперь С этим множителем весовым Вот Ну и появляется Нормирующий множитель Он общий для всех Это сумма всех этих коэффициентов Помножена Тот же самый Мерштейновские коэффициенты Вот Что получается Получается то Что я показал снизу Можете управлять Степенью Ну понятно Если вы будете делать Интерполяцию Как мы только что Рассматривали пример Большого набора точек Вы должны Вес каждого точки В каждом фрагменте Брать одинаковый Чтобы у вас Соблюдались правила сопряжения С другой стороны Вот примеры Которые показывают Разные вектора Да W заданные Да То есть Когда веса Все одинаковые Причем не важно Как вы догадываетесь Какие Точка Кривая просто повторяет Классическую кривую без Е Вот Ну а дальше начинается Понятно Что тем больше вес Тем ближе тяготеет Кривая к той точке Которую мы задаем Ну и соответственно Этим пользуются При моделировании Различных фигур Сложных Потому что Ну как Процесс В шрифтах не используется Рациональный Рациональный сплани Используется Вот только При моделировании Ну я сталкиваюсь Вот только При моделировании Каких-то Объемных фигур Ну и как бы Подтягивая вес На каком-то там Уровне интерфейсном Вы можете Регулировать Степень тяготения Кривой К заданной Опорной точке Которая Сдает Саму кривую Вот Формула на самом деле Едина Там и в конце Я приду Она едина Для всех Не только Для кривых Обезьян А для любых Параметрических кривых Которые сдаются Вот так То есть мы можем Точно таким же образом Использовать Вот в том То что я назвал Сплайн и Катмала-Рома Да То есть подставлять Те значения оттуда Результат будет Привязать такой же Только там естественно Тяготеть будет Не точки Они и так лежат напрямую А будут тяготеть Те касательные вектора Которые с точки выходят Да То есть там Будет Приближаться Чем больше вес Да Тем Дальше будет удаляться Получается Обратное действие Удаляться точка При выходе от опорной Вот Значит Все это является Частным случаем Общего такого понятия Да Сплайны Которые вот я Один из частных случаев Рассмотрю Всех бесконечного количества Это То что называется Бесплайны Вот Бесплайны Ну наверное Это самый используемый вид сплайна Потому что кривая без Е Это частный случай Я написал Формулу Которая задает Вывод вот этих Охоткоэффициентов Которые используются При построении уравнений Кривой Сатопараметрической Соответственно Как это понять Чтобы Разобраться с этим Конечно Каждый из вас должен Это реализовать программу путем Чтобы посмотреть Как влияют Те или иные параметры кривой Точнее этой формулы На вид самой кривой Формула рекурсивная То есть вот Опять же Два человека Кокс и Дебур Предложили Задавать их так Фосфор рекурсивная Рекуррентная Соответственно Задается Опорный вектор Который называется Узловой Кнотвектор В котором записаны Величины Показывающие Как бы Степень тяготения Кривой К Сейчас попробую Объяснить простым языком К опорным точкам Значит У вас Используется При построении Какой-то набор Из Н точек Н плюс 1 Естественно Н это общая степень Получаемого результата Вот И плюс Степень Ожидаемая степень Полинома К К Да Обозначена К Точек получается Соответственно Н плюс К Плюс 1 Вот То есть Таким образом Это точек вектор Значит Формула Задает рекуррентные Соотношения Я тут приводить Все эти выводы Не буду Вы можете посмотреть Вот опять же И в литературе И вообще Можно просто В инете поискать Вот Разные варианты построения Есть просто Рекурсивные деревья Которые показывают Пирамидку Как считаются Те или иные Коэффициенты Через предыдущие Ну да Вот в предположении Что 0 делить на 0 Единиц Потому что там Преимышление Значения Прималых К Там получается И итоговая формула 0 Как видно С первого условия Рекуррентного Вот Ну вот частный случай Да Беспланина Вот кривая без Е Опорный вектор Вот этот узловой Он выглядит таким образом 4 Первых нуля 4 последних единицы Ну фактически Можно объяснить Это тем Что как раз Точки тяготеют Точка Как бы первая Которая используется Построение кривой Кривая через нее проходит То есть грубо говоря Можно наверное так сказать Что коэффициент Вот этот Показывает Ну как бы Отдаление Точек от кривой Так что ли Классический пример Униформных бесплайнов Когда узловой вектор Распределен равномерно То есть там числа 0, 1, 2, 3 и так далее Тогда мы получаем то Что вот Многие по жизни Просто называют бесплайны Не уточняя О чем идет речь Матрицу я нарисовал То есть это Опять же Кусочный фрагмент Который задается Четырьмя опорными точками То есть одна предыдущая Одна следующая Две точки Сегмент для которого Мы сейчас строим Здесь справа Приведен пример Как делается Аппроксимация Несколько Несколько Точек на кривой То есть кривая Построена таким образом Повторяет каким-то Образом ломаную Которую мы сдаем В качестве опорных точек При этом В общем случае Не проходит через них Опять же Если здесь Да Вот Если применить то О чем мы говорили В плане кривых без Е То есть Использовать Рациональные Какие-то коэффициенты То можно сделать так Даже что Если взять большой вес Можно вот как здесь Показано Кривую Приблизить К какой-то точке И так далее Вот Ну коэффициенты Ну да Коэффициенты Матрица вместе с этим Коэффициентом Одна шестая Соответственно Вот Ну вот То что связано С кривыми Я думаю Все Ну понятно Есть целый Как я уже сказал Целый набор Других кривых Каких-то Которые просто Большей степени Наверное вам знакомы Соответственно Там квадратичные Какие-то кривые И так далее Вот которые задаются Опять же Если помните Ладно Два слова скажу Да На просто с половиной Нет Потому что Они задаются Сама последовательность Учитывая то Что Предыдущие Следующие Ну вот там Я кубически Да Рисовал Вообще Формула Вот та Которая была Там в самом начале Она К любое То есть не только Вот это три Нет конечно Так нет Еще раз Значит Если Тут есть такая проблема Да Что точек Мы как бы Говорим сколько Гладко будет сопрягаться Только вот Те униформные сплайны У которых получается Что распределение Чисел в узловом векторе Одинаковое То есть расстояние Между каждым числом Они совпадают Вот Вот это вот Х1 и Х2 Они идут с равным шагом Друг от друга Каждая точка Участливает приблизительно Одинаково Да В построении Соответственно Получается Эффект Что у вас Все фрагменты Кривой Строятся Одинаково Все равно Построение Кусочное То есть Вы строите У вас кривая Состоит Не знаю Из Н точек Соответственно Сколько раз Мы Н минус 1 раз И будет Нет Н минус 2 Да Бескрайних Н минус 2 раз И будем строить У сплайнов Отличие от кривой Вот если вы рассматриваете Вот эти общие случаи Бесплайнов Ну не знаю Меня например Иногда напрягало Что они не проходят через кривые Да Потому что были задачи Через опорные точки Когда это надо Ну тогда берется просто другой Сплайнов Сопряжение Вот как вот Вот здесь вот видно Оно происходит автоматически Потому что формула Она единая Я так понимаю Что когда вычислятся Будут вот эти коэффициенты Н Которые используются При построении Ну которые вот здесь уже вычислены Они в матрице есть Они просто таки построены Для того чтобы Не делать дополнительные условия Для сопряжения Просто опорные точки Сами сдают эту форму Прежде так же Как вот Вот я показывал Катмалероме Да Что там подбирается коэффициент И так И матрица уже готова Там что же не надо Уже напрягаться То есть В самой формуле Заложено сопряжение То же самое и здесь Такая же история Сопряжение присутствует в формуле И Никаких дополнительных аспектов Там не возникает Вот Ну да Получает Ну вот здесь вот Вот скажу так Вот на этой кривой Очевидно Что очень большой вес У этой точки А узловой вектор Выглядит так Что в начале Много нулей Причем сколько Можно посчитать Это Сколько точек Тут всего Раз два три Четыре пять шесть Семь восемь Да То есть У нас Восемь плюс один Девять Плюс Семь Это получается Тут вектор будет выглядеть Семнадцать Сейчас сделаете Не Шестнадцать точек Семнадцать Ну да С простыми числами сложно Ну вот Как-то так Вот Но это действительно Надо попробовать То есть Написать себе программу Несложную Которую Ну там есть задания В конце у нас У нас два задания Одно вот на плоское А другое на имитацию Пространственных кривых Но тоже на плоскости И соответственно Можно просто попробовать Реализовать Ну Конечно проще всего И понятнее Это написать Вот для себя Что-нибудь На базе такого Потому что Безье он понятен И просто можно Не знаю Нехитрый интерфейс Скалатурный Там с помощью устройства мышц Что угодно сделать И с помощью него Попытаться Как-то посмотреть Понимаете Бесполезно мне Что-то объяснять Да Потому что Есть вещи Которые надо Ну осознать Как они происходят Просто путем Изменения параметров Чтобы почувствовать То что математическую сторону Все и так видят Формула Одна из другой Вытекает плавно Да там Все доказывается Все сходится А Все-таки Графика Очень связана Там субъективным Еще восприятием Того что мы получаем И поэтому Чтобы почувствовать Потому что художники Которые изучают картину Они же не математики Но они Вот эти нужды Пользуются гораздо лучше Чем программисты Да То есть они знают Где подтянуть Какой коэффициент Какой узелок И получаются Те фигуры Которые мы В цифровом кино Просматриваем Вот А там естественно Это опорное Малое количество Опорных точек Позволяет Задавать довольно-таки Сложные геометрические объекты Ну плюс там еще Какие механизмы Которые приводят к тому Что мы привыкли Видеть Вот Ну Значит соответственно Давайте Давайте Перейдем К поверхностям С поверхностями С поверхностями Ну не то чтобы все сложнее Или не сложнее С поверхностями все то же самое Значит сейчас Пытаюсь Сформулировать Ну явно Поверхность связана с тем Что они Как бы Подразумевают рисование В каких-то пространственном Пространственном окружении Что мы должны с вами Вводить Те аспекты Которые мы еще просто Не затрагивали На занятиях Вот Поэтому мы рассматриваем Только вот Параметрические кривые То есть Очевидно Что точно так же Как и с кривыми На плоскости В пространстве Можно вот по-разному Я как-то вот тоже Думаю это грубое приближение Выделил три способа Явно-неявно И параметрические Соответственно У явного просто Возрастает количество параметров Можно одну координату выразить Через другую У неявного Мы просто связываем Ну не знаю как формуле Там для сферы Да Х квадрат плюс у Квадрат плюс х квадрат Там минус Радиус квадрат И равно нулю Да Пример Уравнение сферы Которая задает Такую поверхность Вот Одна из последших Лекций будет посвящена Алгоритму Трассировки лучей Он просто предназначен Для построения Таких функций То есть он Идеален Сейчас мы его разбирать Это все точно не будем Вот И последний Вот параметрический Как раз для нас Представляет некоторый Вот наибольший интерес Потому что Как раз Параметрические кривые Позволяют делать Вот те аппроксимации Которых я уже Сейчас Говорил Начнем мы опять С поверхности Линейной Да Белинейной она называется Потому что То Та универсальная формула Которая задает Линейную интерполяцию Она Здесь применяется Просто-напросто дважды По каждому направлению Соответственно Опорных точек Для белинейной Поверхности бездет Сдается соответственно Вдвое больше Сдаются угловые Геометрические Вот эти вот Вектора И между ними Происходит Линейная интерполяция То есть чтобы получить Произвольную точку Мы должны выполнить Ну би Белинейная Два раза линейное преобразование Один раз по одному Грубо говоря Измерению Направлению Это вот Я первый параметр назвал Второй В Это один раз Между П0 и 0 и 0 и 1 Второй смежу П1 и 0 и П1 и 1 Ну вот Ну и итоговую Соответственно Мы Формула для П Итоговые точки Получается Тоже исходя Из линейной интерполяции Вот В принципе Белинейные поверхности Ну вот Если помните Когда мы рассматривали В прошлый Да В прошлый раз Разные преобразования В частности Мы там касались Преобразования связанные Которые называются Белинейные Для реализации Варпинга и морфинга Используется именно Такая же вещь Представьте Что П0 и 0 П0 и 1 И так далее Что это просто Точки на плоскости Вы с помощью них Задаете не что иное Как вот эти вот Зоны Если взять Разделение Шаг для У и В Достаточно мелкий Мы просто проходим По всем точкам Которые задают Вот этот вот Четырехугольник Причем Опять же повторю Что неважно В каком измерении Заданы вот эти Угловые точки Вы разбивая Скажем так Если вы зададите В одном измерении Вот если вы вспомните Прошлое занятие Я там рисовал Картинки с изображением Там обезьяна что ли И там сделана Очень простая идея Мы разбиваем Исходное изображение На одинаковое количество шагов Там свои опорные точки И в результирующем Изображение Мы сдаем Точно таким же Разбиением Другими опорными Точками То же самое Протом просто-напросто Мы можем пробежаться Одинаковое количество раз По входному И выходному По результирующему Изображению Получить в оригинале Нужные точки То есть просто-напросто Переписав цвета Вот Это очень простая идея Я думаю Поэтому вот морфинг Он такой Легко реализуем Алгоритм убили Ну что Сложность у него Квадратичная Понятно Все зависит от того Какое мы разбиение берем Ну это как всегда Качество результата Прям пропорционально Получается Времени его достижения Вот Ну тут деваться некуда Ну вот такой вот Такой вот Есть другая вещь Связана То же самое С линейным преобразованием Соответственно Бывают такие ситуации Когда Берутся Не точки опорные По углам А кривые Кривые которые Ну грубо говоря Кубические Да Которые задают Перемещение По границе Зоны Которая Перестает Быть линейным У вас получается Ну как Вы можете взять Любую кривую Например На картинке Инвестиционной Кубической Тут есть Какой-какой Обман Потом если не забуду Скажу почему Именно на картинке Что мы делаем Мы можем получать Параметрически Любую точку На этой кривой На другой кривой И на всех четырех Которых участвует По строению А интерполировать Мы будем Не точки Которые Получились Да Мы не будем Проводить прямую Между результатами Интерполяции С противоположных Сторон Вот этого Криволинейного Четырехугольника Если так можно Назвать А мы будем Интерполировать Функционал Сам То есть мы будем В В линейной Интерполяции Будут участвовать Сами функции То есть мы Саму функцию Будем умножать На Интерполянт Который будет Соответственно Линейный По По В Соответственно Я вроде Числа расставил Тут они Видны Единственное Надо помнить Что если мы берем Значение функцию На каких-то Краях Там уже присутствует Одно из измерений В самой Вот здесь Например Видно Что Функция П П У Ноль Да Она Вот она У Ноль У Ноль Вот она Да Она лежит Она извините Включает уже В себя Перемещение Параметрическое По Первой Параметрической Координате У А между Противолами У Один с другой Стороны А между ними Мы уже Интерполируем С помощью Параметра В Получается Что мы Интерполируем Вот эти Непосредственные Значения Понятно Что Степень Полинома Возрастает На единицу Да Вот если Там П Была Кубическая Кривая А Нет Ничего Не возрастает Извините Два Разных Два Разных Получается Измерения Вот такая Как бы Тоже Не билинейная А бифункциональная Интерполяция Основанная Линейных Значениях Ну вот Почему Откуда Появляются Вот эти Вот вычитающие Ну как бы Понятно Что Линейная Интерполяция Между Функционалами Записали Вроде Должно Все Получиться Но получается Так Что Краевые Точки Будут Участвовать По два Раза И вот Если Вы Просто Напросто Поставите Значение Ну там Не знаю 0 0 Например Да Вы не Получите Точку П 0 0 Которая Должна Получиться При Подстановке В роли У И в роли В Соответствующего Значения Вот А будет Получаться Их Вдвое Больше Вдвое Больше Потому что Каждый Из угловых Точек Участвует Дважды Соблюдать Правила Что Значения Вгловых В контрольных Точках У Данных Четырех Граничных Кривых Должны Совпадать Вот Ну хотя Может Проект Что произойдет В обратном Случае Вот Так что Вот так Почему Картинка Неправдоподобная Немножечко Да Потому что Здесь еще Используется Касатель Вектора Который Тоже Интерполируется Но Об этом Мы не будем Говорить Опять же Чтобы Сэкономить С одной и Время А с другой Чтобы Вам было Полегче Вот Опорная Идея Если вы Поймете То остальное Можно детально Вот В вполне Доступной Литературе Про это Все Прочитать Вот Соответственно Ну то же самое Общий случай Поверхности Безье Если вы Посмотрите Мы действуем То же самое Вот был у нас Четырехугольник Ну Мы взяли Его Как бы Сделали Увеличили Количество Действий Путем Добавления Опорных Точек Вот Ну а дальше Все то же Самое В каком-то В каком-то Соотношении В каком-то Соотношении Разделили Одно Измерение В каком-то Другое На их Пересечениях Нашли там Свои Значения Интерполяции Ну и В каждом Получивстве Четырехугольники Нашли эти Точки Их тоже Соединили Каждый Из них Тоже Разбили В этом же Соотношении Ну и Вот какая-то Точка Там В результате Получится То есть Все довольно-таки Примитивно Я просто Не стал делать То же самое Что мы делали С вами На плоскости С кривыми Вот Ну и так далее То есть Здесь получается Рекурсив Можно просто Записать результат И здесь Видно Что у нас Получаются Опять же Те же Биноминальные Коэффициенты Только Количество Действий Становится Больше Да Потому что И Само название Би Да Они По параметру И по параметру В Выполняются Как бы Отдельно Получается Вот такая вот Двойная сумма Геометрический фактор Вот этот П Ит и джит И задает Опорные точки Вот Ну и дальше Вы можете выбирать НМ Естественно Различные То есть Опорных точек Не обязательно Да Чтобы было Совпадало По направлению По одному И по другому Вот Ну и Можно варьировать Да Что с одной стороны Будет получаться Квадратичная кривая От обезьян С другого Другом измерение Кубическая Ну и Какая-то Вот такая Средний Результат Мы будем Наблюдать Соответственно В формуле Форму Ну все понятно То есть Все то же самое Как и На кривой Вот Как вот эту формулу Переписать в матричном виде Да То есть Общая формула Так как Матричный способ Я уже говорил На прошлом занятии Матрица Используется не для того Чтобы вот там Изучить Предметную область Какую-то Потому что запись Более короткая Получается И более компактная В некоторых ситуациях Вот как это происходит Например С бикубическими поверхностями Матрица Абсолютно такая же Которая используется У нас на кривой Она тоже так же Участвует В построении Поверхностей Только соответственно У нас получается В два раза больше Вот этих коэффициентов Соответственно У коэффициент Вектор строка Со степенями У куб Вторая степень Первая единица И тут То же самое Вектор столбец С В Они присутствуют Формуным таким образом Как я здесь перевел Следует учесть Что если у вас Фигура Скажем С одной стороны Получалась Квадратичной А с другой Например Кубическая Вот То матрица будет Соответственно Слева Используется Матрица Если у нас Вот это У Это В Соответственно Наоборот Слева будет Матрица М Три на три Четыре на четыре У нас Кубическая кривая Да Вот Вектор будет Точно такой же У куб У квадрат У единица Дальше будет Умножаться На вот это Геометрическое место Точек У которых здесь У меня Двенадцать Вот И соответственно Потом будет умножаться На транспланерную матрицу Но уже Матрица без е Три На три И здесь будет уже Коэффициенты Для квадратичной Случа Той же самой Кривой без е Вот Сейчас сделаю Маленький перерыв И я Закончу С этими С кривыми Еще вернемся К кривой без е Я хочу Я думаю Я успею С остальным Уложиться Об одном Использовании Сказать Который очевиден Вот В рамках того Что мы проходили С вами в прошлый раз И про преобразование Координат Смотрели Ну и все Что связано с этим Всеми Вот этими Кривыми И так далее Пользуются Для интерполяции Не только Математических Объектов Как то Точки Вектора Радиус И так далее Объекты Это остается Математичные Но в применении К тому Что мы проходили В прошлый раз Если вы пишете Динамические Какие-то Перемещения Не знаю Камеры обзора Вам необходимо Достичь Какой-то гладкости И так далее И так далее Вы можете Использовать Все вот эти Интерполирующие Нами рассмотренные Функции Для того Чтобы интерполировать Все параметры То есть Опять же В чем удобство Интерполяции С помощью Тех же Самых сплайнов Да Или других Тут уже Даже не важно чем То что вы Интерполируете Входные данные А не уже Получившуюся Результирующую информацию Ну Например Вот если вы делаете Динамическую Там Игру Не игру Визуализацию Какую-то У вас есть понятие Камеры Которая там Должна реализовывать Там не знаю Камеру слежения За каким-то объектом Просто находиться в нем На указанном расстоянии От него Просто можете В зависимости того Сколько там Брать пропорционально Времени шажок Получать очередную координату И камеру перемещать Ну по сплайну Да Ну что значит Камеру перемещать У вас камера Задавался у нас В прошлый раз Тремя Параметрами Это локей Это позиция камеры И два направления Любых там Ну например Я например Привык задавать Направление вперед И направление вверх Это не принципиально Вот Вы должны Каждый из них Каждый из них Персонально интерполировать Тогда будет Получаться Тот же самый эффект Не надо матрицу Интерполировать Это не совсем верно Хотя Вот есть алгоритмы Там скиннинги И так далее Которые по сути Интерполирует Результат применения Ужиматель Это вот если успеем Потом рассмотрим Ну вот А в данном случае Да Вот с той же камеры Вы интерполируете Три параметра Векторных Да Получаете результат И у вас Не изображение А вот как раз Результирующая информация Получается гладкой Тут еще надо учесть Вот если вы Помните В прошлый раз Я говорил Что Данные хранятся Как бы в каноническом виде Да То есть вот мы будем с вами В следующий кажется Раз или через раз Вот проходить Про визуализацию Трехмерно Да Данные хранятся Вот в том виде Который вы их Ну грубо говоря Изначально получили Чтобы не происходило Потери точности Когда вы будете Выполнять действия Необходимые для построения Там умножать Вот на эти инновации Преобразования И так далее Тогда вы будете Новые данные обновлены Получаете их Визуализировать Ну и тем более Не секрет Я думаю для вас Что это как раз Сейчас вот Если вы в реальном времени Пытаетесь все это делать Делать за вас Видеокарта Все эти Преобразования Да Умножить инновации Какие-то там Проекции И так далее И так далее Но данные все равно Поступают в исходном виде Не обработавшим Не происходили потери Ну это приблизительно То же о чем я сейчас говорю Что аппроксимацию Делается независимо От Результата То есть вы входные данные Интерполируете Вот Значит там Возникает Возникает Естественно Ну там У нас С интерполяцией Поверхности Возникает Тоже самая проблема Связанная С сопряжением Ну Так как В данном контексте Все-таки Для нас Случай с поверхностью Наверное больше Интереснее Чем с кривыми Сопряжение Делается Точно так же Только его приходится делать Ну соответственно На порядок больше Потому что у нас Получается Мы стыкуем Целые стороны Да А раз мы стыкуем Стороны То правило уже усложняется У нас получается Должны лежать На одной прямой Целые секции То есть Если мы сопрягаем Поверхность Какой-то стороной Во-первых У них должна совпадать Чтобы не было Так называемых Швов Да Чтобы было Как называется Симлис соединения Да У вас должны совпадать Опорные точки на краях Вот Но этого мало Потому что будет Производная Будет иметь Функция будет иметь Разрыв И чтобы этого не было Вы что делаете Вы Опять же Добиваетесь Нахождения На одной прямой Ближайших К общим Опорных точек Ну соответственно В одной И в следующей фигуре Ну вот При достижении Таких вот условий У вас все будет Ну Сопрягаться Гладко Тут же Самая проблема Возникает Если у вас таких Вот мы сейчас Пример Посмотрим Состоящие С 32 Поверхности Безе Вот там Это все Соблюдается Просто Если вы пишете Интерактивный Редактор Конечно Возможно Технические Где-то будут Нюансы Это сложно В реализации Но надо Помнить о том Что там Если мы Склеиваем 4 поверхности Да В сетке 2 на 2 То соответственно У вас становится Уже не как Здесь у меня 4 условия Да А еще плюс 4 И 8 То есть всего 16 Условий сопряжения Причем Какие-то из них Могут конфликтовать Потому что У 2 на 2 Сетки Вот эта точка Например Будет общая У всех 4 Как называют По-английски Есть такое слово Кстати Я забыл Надо было написать Когда говорят О бикубических поверхностях Примеряют слово Ну мы по-русски Говорим Наверное Не совсем правильно Патч Ну Как-то я вот Привык слышать Слово как Патч Наверное Правильно читается Пэтч Не знаю Вот Заплата Да Вот Говорят Кубический Там Пэтч Там Безье Пэтч Еще там Кто-то Вот Используется Такой термин Ну Я просто К тому Что Заплата Что Лоскут С точки Зрения Вот Социального Восприятия Термина С точки Для математики Он понятнее Не становится Ну Не важно Я Забуду сказать Что слово Сплайны Вроде так Назывались Вот Линейки Вот Сказали Вот Лоскуток У портных Линейка Железная Она И называлась Сплайна Они там Когда Выкройки Сейчас Современные Пользуют Лекала Или Я даже Не знаю Сейчас Компьютер Пользуют Вот Вот В былые Годы Были Кривые Линейки А Совсем Наверное Давно Были Вот Эти Гибкие Железно Металлические Пластины Линейки Наверное Тоже Их Называли Которые Между Гвоздями Как-то Изгибали Вот Они Назывались Насколько Я Помню Сплайны В какой-то Из книжек Которые Популярно Все это Объясняли Я Когда-то Прочитал Вот Значит Соответственно Вот Я хочу Пример Реализации Реальной Связки По Нескаким Кубическим Поверхностям Кубическим Поверхностям Безье Это Классический Пример Называется Ютэтипод Такой Талонный Пример Состоящий С 32 Бикубических Поверхностей Безье Значит Я тут Нарисовал Так Чтобы было Видно Соответственно Белые Линии Показывают Границы Используются Еще раз Повторю Бикубические Поверхности Безье То есть Те Вот Которые Мы И в Линейном Случае И в Пространстве Рассматривали Соответственно Ну Не знаю Плохо Или неплохо Точками Показаны Просто С каким-то Шагом 8 Каждая Сторона Разбивается На 8 Я Просто Посчитал 8 Подчастей То есть Грубо говоря Когда Строится Один Вот Этот Так Называем Патч Вот Этих Штук Как Я 3 14 А Соответственно 8 Разбиений Вот Они Тут Видны Вот Прямыми Линями Соединены Опорные Точки Чтобы Просто Представлять Себе Форму Опять же Видно Что Форма Она Как бы Сама Поверхность Форму Повторяет Но Соответственно Сейчас У меня Есть Пример В Динамике Проще Посмотреть Ну Вот Они Видны Просто Динамике Легче Осознать Объем Да То есть Мало Плоская картинка Мало Что передает Вот Видно Как они Стыкуются То есть Очевидно Что при построении Когда мы Видели Ну Та картинка Это просто Фотография Я взял Где-то Из-за Просто Сейчас Я не знаю Знаете Или нет Например Такая среда Как OpenGL Есть OpenSource Библиотека GLUT Которая позволяет Избавиться От интерфейса Вот этого С операционной Системы И там Это рисование Этого Чайника Там GLUT Solid Tipod Входит в стандартную Библиотеку И в одной из книжек Поля Хэкберта Я прочитал Вообще Что чайник Это Шестое Платонного тела Компьютерной графики Вот Потому что На нем Пробуют Как раз Посмотреть И сглаживание Нормали При построении Разных способов Отсветки И так далее Ну вот здесь Видно Что благодаря Гладкости Которая Применялась При моделировании Чайник старый Он там Наверное С 70-х годов Когда его моделировали Вот Соответственно Благодаря гладкости Достигается Гладкость изображения Точки Вот в центре Зеленоватые Они как раз Являются Точками на поверхности Вот Единственное Тут Отдельно Вот нос чайника Исполнен Вот Соображу Сейчас сколько там Наверное 2 А еще Сам носик Там 4 лежит Тоже В поверхности Бези И ручка Вот А все И крышка Она отдельно Как бы Патчи Вот Вы можете достигать Когда То что я говорил Опять та же самая история В общем случае В общем случае Сейчас формула у меня есть Да Сейчас вернемся назад В общем случае Формула Ну вот она То есть у вас Опять как всегда Есть Геометрический набор Опорных точек Вот Есть Параметризация Одна Там я У называю Вторая В Это не принципиально Как вы догадываетесь И соответственно Матрица Которая задает Вот эту вот Форму геометрической Вот этой бикубической поверхности Соответственно Все эти матрицы Которые вот мы с вами проходили Вот И Обычный униформен Бесплайн То есть Скажем Ну чайник бы плохо смотрелся Понятно Потому что у него точки подобраны Как раз под случай Кривой безе Да Вот Соответственно Мы бы получили тот результат Который мы получали на кривой Только в данном случае Для бикубических Поверхностей Вот Ну и катнул ром Соответственно Он бы строил такие бы Кривые Которые бы проходили Через опорные точки Вот И при этом Вот соблюдали те правила О которых мы говорили Что вот Если продолжатся Какие-то опорные отрезки Там получался коэффициент 1,6 От длины На стыке Вот Ну просто действительно Там проще было рассмотреть Все это подробно На плоскости А просто те же самые действия Применяются дважды Мы получаем Би кубическую Соответственно Поверхность Ну с другой стороны Вот эти кривые Да Они бы выглядели Совсем по-другому Вот Нежели Ну вот А вот здесь видно Кстати Вот эти вот отдельные секции Которые получаются При То что мы называем Теселяция Да Разбиение Вот каких-то кривых На В данном случае Би кубических поверхностей На отдельные фрагменты Ну в данном случае На Четырехугольники Вот И последний Случай Использования Би кубических кривых Которые я хочу посмотреть Называется Трикубическое пространство Без Е Это как мы делаем Вот то что мы делаем Да Мы смотрели сначала Линейное Потом увеличили степень Стало квадратичное Увеличили степень Стало Какое там Кубическое Да Теперь мы поднимаемся Пространство Как бы Другое Немножко измерение Да Мы увеличиваем количество Итераторов Да Которые участвуют В построении То есть у нас было Линейный случай Был плоскостной Мы получали Поверхность бедея Теперь у нас Получается пространство В чем идея Идея заключается в том Что есть такой вид преобразования Который называется Деформация произвольных тел Ну я просто не знаю По русски есть такой термин Нет Просто по английскому Он всегда называется Freeform Deformation Сокращенно FFD Это используется всюду Примоделирование Анимационных эффектов Связанное с плавными движениями Которые приводят К деформации тела Нелинейным образом Вот В чем В чем основная суть Ее можно делать Не как я показал Тут используется Трикубическая Вообще ее можно сделать И Начать Например Если кто-то из вас Захочет Ее реализовать Можно сделать Трилинейную В чем заключается Основная идея Вы заключаете тело В куб Куб должен быть Чтобы легче было считать Вот как вот пример Я приводил С перспективным преобразованием В прошлый раз Куб должен быть единичным Чтобы меньше было вычислений Вы заключаете туда Тело Которое у вас есть Ну вот Не важно там Корова Не корова Тело находится внутри Чисто У, В В В Три координаты Задавали числа Раз куб был единичный От нуля до единицы Соответственно Изменив Опорные точки Вы получаете Новую абсолютно формулу Применив Обычное Белинейное преобразование Только уже не белинейное У вас там будет Формула Формула будет большая Я ее писать не буду Она будет точно такая же Как у нас была Вот в этом случае Вот здесь Вот Только у вас появится Плюс еще одна итерация Продолжите здесь Как бы Виртуальную куб И получите еще один раз Придется сделать Только еще добавив Координату W Как я нарисовал Вот Соответственно Что произойдет Вы можете меняя форму куба Линейно растягивать Какие-то внутренности Вы можете взять Не куб Да А взять опорных точек Ну больше Соответственно 27 То есть Увеличить Размерность Пространства В котором хотите изменять То же самое Если у вас все Исходно в канонической форме Задано в единичном В общем кубе То изменяя внутренние точки Вы же имеете Координаты в единичном кубе От нуля до единицы Это те же самые Параметризации Те же Параметрические интерполянты Которые используют При построении Вот Корова заключена На самом деле Тут все хитрее сделано В корове используется 64 опорных точки То есть взято 4 на 4 на 4 Вот При этом Если вы посмотрите внимательно Точек больше Почему? Потому что для коровы Сделано Сопряжение Только оно не Плоское Как мы с вами рассматривали На прямой Не пространство На кривой Оно как бы Ну гиперпространство Да То есть Точки сочетаются Ну по всем Трем измерениям Когда стыкуются Ну вот сейчас Попробую вам показать Это Как это выглядит Так Я пожалуй Сяду Это мне Неудобно Ну вот С коровой Ну вот Корова такая вполне Это тоже кстати Ну нельзя сказать Что это Очередное Платоновое тело Но корова Есть несколько Это как обезьяна В текстуре То что мы в прошлый раз Мучили Есть набор Каких-то стандартных Объектов На которые все Это стэнфордовская корова Есть такой университет Который как бы Известен Своими работами В области Графики в частности Да Ну вот Вот видите Я изменяю координаты Соответствующих Опорных точек Вот В анимации Ну то же самое Если вы видите Вот не знаю Особенно где анимация Чаще всего Такое место В рекламных роликах У вас какие-то объекты Которые Точно заданы изначально Начинают извиваться Неестественно В общем и так далее Их просто помещают В трикубическое пространство Безье И меняют какие-то Опорные составляющие Я кстати обманул Корову вон В простой форме То есть Используются Просто 64 точки Без сопряжения Я вам сейчас покажу Где их побольше Ну вот Ну вот Соответственно Кстати видите Нос вылезает Из единичного куба Поэтому вот У него Как бы получается Некоторая экстраполяция Вот Ну вот как-то так Ну что-то там Просто еще болтается Лампочка виртуальная Для того чтобы Как-то объем коровы Ощущался Потому что Как вы догадываетесь Картинка там все равно плоская Вот Ну как это Где Да это лампочка виртуальная Ну Это тест Это ничего сложного Вот Такое это не сложно пишется Еще раз говорю Это каждый из вас может Вот я не знаю Это не входит в задание Там Попроще Немножечко задание на FFD Вот соответственно Она Вы можете реализовать это все Сейчас я просто покажу другой Пример Сырли Вот например Это сделано Вот как раз то что я сказал Сопряжение Черт Как Неудобный интерфейс Ну вот Вот пожалуйста Был цилиндр Канонический Да его поместили Уже В несколько Ну они В одном направлении Вытянуты Как бы И цилиндр Поместился Вот это Сейчас посчитаю Их кажется Три Ну три бикубических пространства Которые между собой сопряжены Понятно что все что попадает В это Трикубическое пространство Начинает вот искажаться Да соответственно Вы получаете вот такой Ну наверное Спецэффект какой-то степени Да что есть Что что Да так Я думаю не сложно догадаться Что функция кажется синус Значит Не три пространства Пространство одно А измерение Немножечко гадится Нелинейным образом А именно кубическим Каким образом Мы Вот если вы поняли С линейным что происходит Мы же его немножечко Разряжаем Да искусственным путем А тут представьте Что у вас Три опорных точек Ну очевидно Что если была Картинка вот такая Да Круг Ну очевидно Что произойдет Если вы сдвинете Вот эту точку Да Ну полезет Внутренность Да И плюс это Потянется Если вы сдвинете Вот эту точку А это остается Без изменения Внутренность Нахаряешь здесь Остается на месте Разряжается Как и другая часть Вот А теперь это Проэкстраполируйте В три измерения Вот Ну и получает Такой эффект Ну как вы догадываете Я то же самое Для коровы сделал Поэтому С коровы Конечно Это пободрее смотрится Вот Вот Ну и то же самое Да В корове Кстати Видите Ну чтобы видно было Что она Да А то уж Совсем больно Гладко получается Она плоским образом Покрашена То есть Видны фасеты Из которых Она состоит Вот Ну вот Ну вот Это реально В трехмерном Моделировании Да И просто Очень часто Применяется Механизм Для Вот опять же Анимации Вот Ну да Вот Вот видно Да Как вы догадываете Вот Таком ракурсе Видно Что мы То же самое Можем сделать На плоскости Вот Если вы Смотрели Есть такой Фильм Ну как бы Некоторые эффекты Можно рассмотреть По Некоторым Художественным Фильмам Потому что С одной стороны Реклама Двигатель прогресса Да Особенно То что касается Компьютерной графики И с другой стороны Цифровое кино Используют Какие-то технологии Которые Есть такой фильм Довольно-таки старый Маленький Будда И там Впервые Система морфинга Использована В котором Я думаю Там были поверхности Кунса Которые мы смотрели Там просто Лицо изменялось Не регулярно Сетка Вот как я С вами В прошлый раз Разбирал А кривыми Вот А там В том-то и прелесть Этого фильма Что там Ничего не видно Просто я читал Отдельно статью Про всякие Ну как бы Прелесть компьютерной графики В том Что Ну есть два вещи Есть Как бы Насыщенная анимация Да Когда вы наоборот Видите все это Ну как Шрек какой-нибудь Там просто видишь Что это анимация Он специально сделан Как анимация Ну а есть Не знаю Ну не знаю Типа Фильма Вонтед Да Где Анджелина Жоли Бегает искусственно Ненастоящая А никто этого не видит Потому что Всем кажется Живой человек Вот Да-да-да Такое вот А там есть морфинг Там младенец Где-то ртом шевелит Неестественным образом Разговаривает Там есть Там понимаете Вот в том-то и дело Ну еще раз говорю Есть блокбастеры В которых на это Делают акцент Да И вы понимаете Ну конечно же Иногда В более Тривиальных случаях Когда можно Реально снять Есть подозрение Что людям просто Лень куда-то ездить А они все На компьютере делают Ну вот Все короче С этим Так Ну в общем Теперь я прокомментирую То задание Которое по сегодняшним Лекциям я хотел Чтобы было Первое задание Мне бы хотелось Чтобы было выполнено Ну с элементами Интерактивного Какого-то взаимодействия С пользователем То есть Некоторый юзер интерфейс Должен присутствовать Да Выполнено Что-то вроде Визуализации По опорным точкам Отрисовки Каких-нибудь кривых Знаете Я сейчас посмотрю Каких Я уточнил Нет Ага Вот Значит Соответственно Да Да Значит Две кривые Вы должны уметь Программным путем Наколоть Несколько пикетов Опорных точек Да Соответственно А их потом обвести Два варианта Вы их обводите Катмалом Ромом То есть У вас получается Кривая проходящая Через соответствующие Опорные точки И вариант второй Вы Пишите Бесплайн То есть Он повторяет кривую Но не касается Как дополнительно Вот я там написал Да Желательно Если вы При этом смогли Реализовать И рациональную версию Этой программы То есть Каким-то тоже Интерфейсным путем Не знаю С помощью клавиатуры И устройства Мышь Менять веса Точек Ну хотя бы там Как-то С некоторым Дискретным шагом Не надо там Как в мае Какой-нибудь интерфейс Там что вываливаются Какие-то Попапы Там с этими слайдерами Вот Что-нибудь по-простому Чтобы можно было посмотреть Как вот Веса точек Чтобы Это просто надо для того Чтобы вы могли Это почувствовать И понять Как этим пользоваться Вот Второе же Изображение Это вот по поводу того Что я последнее Вам показывал С коровой Единственное Мы сделаем упрощенный вариант Как вы догадываетесь Все то же самое Можно сделать и на плоскости То есть мы оставляем Проще вариант Да У вас картинка Вы виртуально считаете Что растровое изображение Находится В единичном квадрате Вы этот квадрат Покрываете сеткой До простоты Я как бы Не усложняю Если вы успеете Ради бога Делайте больше Делаем Би квадратную Сетку без е У би квадратной сетки Соответственно Будет 9 опорных точек В каноническом виде Картинка покрывается так Точки опорные Находятся по углам И посередине всех сторон То есть соответственно Я справа снизу сверху Да Плюс еще в центре Как Оказано слева Вон там вот Оп Извините Что-то я не то сделал Вот Как слева Вы же Интерактивным путем Или Вот тут мне В принципе не очень важно Если вам проще Не писать Если вам сложно писать Не знаю Опыт у всех разный Можно сделать Вот как я с коровой Сделал вариант Что там просто По синусу Изменяются координаты Просто этого достаточно Чтобы видеть Какие области разряжаются Какие нет Визуализация Да И вы будете получать Соответственно что Координаты В оригинальной точке Если вы вспомните Прошлое занятие То с помощью Реверсного мэпирования Инверсного Вы будете получать У преобразованной Фигуры В оригинале Цвет той точки Которая должна Оказаться справа Вот Ну Я простым языком Объясню Вы изменили В канонической форме Получили два Интерполянта Там У и В Они показывают Координат от нуля До единицу Залезли в исходную Картинку Прочитали цвет Ну Умножили на ширину С высотой Я думаю Это все догадались И так Вот Вот такое вот Должно быть Второе задание Вот Какие есть вопросы Тогда по литературе Значит Еще раз поясню Что Есть вещи Которые быстрее Прочитать Чем слушать В чем-то исполнении Да Общий подход Если вы поняли Хорошо Детали надо Ознакомиться Знать Из всех книжек Да Первую книжку Я конечно Надо было Она была переведена На русский Вот Некто Маяковский Переводил ее 9 лет Она практически без ошибок Что очень редко бывает Переведена То есть Все математические формулы Верны В этой книжке Все что мы сегодня Разбирали Мало того что Разобраны подробно Там есть примеры С числами То есть На каждый чих Есть свой пример То есть Это наверное Самая идеальная книжка Которая вообще Существует на текущий момент По математике Которую используют Компьютерографики Но там Надо еще учитывать Что она Относительно старая То есть Каких-то Хотя я не знаю Что там нет Вот Ну видите У нее второе издание 90-го года Первое издание У него вообще 70-го какого-то года Было Вот как раз Первые кривые Когда использовались Для построения Не хитрые Просто Во втором издании Учтены Какие-то нюансы Больше примеров И примеры Очень показаны Вторая книжка Она как бы Общая такая Хорошая книжка Но она уже устаревшая Я просто не знаю По новей книжке Там хорошо описана Вот эта вот Технология ФФД И вообще Как делать анимацию Вот таких Произвольных вещей Для достижения Техных эффектов А там не важно Какие кривые Используют И так далее Это просто Набор глав Связанный Вот соответственно Как и написано Анимация Техника Рендеринга Да какая-то Вот Но а две последних Вот единственное На русском языке Нормальные изданные книжки Очень хорошо написанные То есть там есть все Вот вообще Самое идеальное Это наверное Вот эта книжка Просто вот последний И является Атласом кривых Это такая Плотненькая книжка Странная из 500 Где просто Каталогизированы Все кривые математики Которые существуют На текущий момент Очень удобно Ну не думаю Что все конечно Но они очень удобно С этим языком Там можно найти Любую параметризацию Любую кривую Которую вас интересует Да То есть там Всякие циклоиды И так далее Понятно там есть Ну и плюс еще Вот если вы Путаете с чем-то Ну вот эту Она в продаже то есть Я вот не очень уверен Что вот эту Последний можно найти Но думаю В цифровом виде В электронном Так или иначе Все эти книжки Обнаружить можно Ну вот Мастхэв конечно Это вот первое Потому что она Если вы занимаетесь этим Если вам просто Это интересно Там задачи связаны С интерполяцией И так далее И так далее Наверное она лучше всего Просто я думаю Вторую Можно посмотреть По оглавлению Опять же можно найти Посмотреть что поновее Изнано на эту же тему Я просто ФФД Ну вот был пример Вот с коровой Да там Вот А так чтобы постоянно Этим пользоваться Это вот радость Что так Посмотреть И порадоваться Вот Какие есть вопросы Не сильно залез на время Ну если нет вопросов То тогда все Вот Ну я еще здесь Можно задать Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты